Эти кадры облетели весь мир. 26 мая 2010 года возле Дворца культуры и спорта в Ставрополе перед самым началом концерта чеченского ансамбля «Войнах» взорвалась бомба. Первые минуты после теракта на земле лежали люди, царила паника, оперативные службы пытались помочь пострадавшим, пока никто не знал точного числа раненых и погибших. Потом стало известно, бомба мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте унесла жизни 8 человек. Полсотни получили ранения различной степени тяжести. Жертвой теракта стала и Татьяна Прилудская. Ей было 39 лет. Ее сердце остановилось в больнице. Врачи сделали все возможное, но травмы были слишком серьезны. Многочисленные осколочные ранения, в том числе и сонной артерии. На ее похороны пришли сотни человек. На кладбище в Ставрополе появилась еще одна свежая могила. Ровно через год после теракта, рассказывает дочка погибшей Ирина, родственники поставили памятник. Но буквально через пару месяцев пропала надгробная плита. Мне позвонил отчим, сказал, что он на кладбище находится, что нет плиты. Он спрашивает, вы специально ее сняли? Я говорю, что сняли? Я спросил, ничего не пойму, что он мне говорит. Он говорит, нет плиты на памятнике, которая закрывает землю. Я не знаю, я приезжала убирать здесь все. Все было на месте. Буквально это было 20 июля примерно. 27-го, по-моему, как раз мне позвонил, плиты уже не было. Памятник из черного мрамора явно выбивался из ряда старых надгробий и стал хорошей добычей для воров. За него родственники погибшей отдали около 30 тысяч рублей. Ирина удивляется. Чтобы украсть плиту, преступнику пришлось очень постараться. Камень положили на цемент, и грабитель бы не справился без специальных инструментов. Девушка подозревает, что вандалов было несколько, так как мраморную плиту в одиночку вряд ли кто-то смог бы унести. Но ситуация с воровством уже не удивляет Иру. Мелкие кражи случались неоднократно. Сколько было ситуаций, когда воровали цветы. То есть мы, прежде чем покупаем цветы, я всегда сидим с тетей или с бабушкой и надламываем головки, чтобы... Просто невозможно, воруют все. Нельзя оставить. Мы поставили на годовщину большую свечку и ее украли. То есть воруют все. Я считаю, что это кощунство, это ужасно. За это нужно наказывать, потому что это невозможно. Ирина написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранники пытаются разыскать вандалов и найти украденную надгробную плиту. Девушка уверена, тот, кто осквернил могилу ее матери, если не ответит перед законом, зато точно будет наказан на Божьем суде.